Привет всем! 26 июля 2018 года и мой второй аудиоподкаст на тему интересных новостей из-за границы. В нашей среде и в обиходе принято считать, что западный мир, США, Канада, Европа, такой рассадник феминизма, матриархата, где все запущено настолько, что люди перестали размножаться. И, в общем-то, во многом это так и есть. Но, оказывается, во многих странах этого самого западного мира маятник настолько качнулся далеко, что возникло обратное движение. Частично благодаря мужскому движению, частично благодаря всяким сообществам, среди прочего, сообществам родителей, бабушек и дедушек, детей, пострадавших после развода, невозможности общения и так далее. Как сообщал уже господин Кириллинде в интервью для мускулиста, в Канаде, например, законов, корректирующих узурпацию одним родителям ребенка, пока не принято, но де-факто, поскольку право у них прецедентное, де-факто движение и реформаторы добились того, что судьи принимают в расчет и отталкиваются практически от позиции, что по умолчанию у вас равное родительство. То есть равное время, равное проживание, ну или сравнимое проживание по времени. То есть ребенок проживает примерно равное время у родителей поочередно, там, где это позволяемо географически, и где нет всяких факторов, типа там алкоголизма, наркомании, домашнего насилия и так далее. Так вот, согласно новости, пришедшей из штата Кентукки, Кентукки стал первым штатом, где закон такого рода официально принят и действует во всем штате. Еще в нескольких штатах сейчас обсуждается принятие аналогичного закона. То есть вполне возможно, что это тенденция, которая будет распространяться дальше. Сначала по Соединенным Штатам, потом, надеемся, и дальше. За ними будут копировать. Как знать, может, лет через 20-30 будут копировать и у нас тоже, когда наиграются в то, во что у нас сейчас играются. В чем закон состоит? Закон состоит в том, что он предписывает судьям, которые делят детей при разводе, отталкиваться от позиции, что для ребенка наилучшим, то есть в лучших интересах ребенка, как они выражаются, in best interest of the child, является равное общение с обоими родителями. Естественно, с оговорками, там, где это позволяемо географически, где нет претензий по алкоголизму, наркомании и прочим, то есть где нет опасности для детей, в том числе опасности по домашнему насилию, то есть со всеми этими оговорками судья обязан отталкиваться от позиции, что ребенок будет проживать равное время. Данных, почему это действительно лучший подход для детей, огромное количество, и этим данным уже многим полвека и даже старше. То есть сам вопрос вообще, что нахождение с папой или с другим родителем ребенка положительно влияет, странно, что это заняло столько времени, что самая очевидная вещь потребовала такого количества общественных усилий, координации, протестов, местами даже самосожжения и так далее, все это крайне странно. Это практически современный аналог рабства, в общем, если подумать, потому что отъем детей – это признак рабского положения. Налогообложение без права представлять свои интересы. Taxation without representation. Означает ли принятие этого закона, что все проблемы в штате Кентукки разрешены, и теперь начнется другая жизнь? Конечно, нет. Это первый маленький шажок, первый шаг на большом пути, будем надеяться. Например, этот закон никак не влияет на систему выплаты алиментов. То есть легко может оказаться, что дети будут проживать равное время у папы и мамы, при этом папа все равно будет маме должен денег, причем должен по старой схеме. То есть берется разница в их доходах, делится пропорционально детям, и папа ей перечисляет. Плюс, естественно, раз есть оговорки про защиту от домашнего насилия, надо ожидать, что в штате Кентукки будет всплеск обвинений в домашнем насилии, и, возможно, в сексуальном абьюзе детей, и, возможно, в алкоголизме и так далее. То есть количество ложных обвинений и попыток выиграть себе кейс в суде, скорее всего, вырастет. Тем не менее, надо признать, что это большой шаг, и тем, кто среди наших законодателей, особенно, кто любит, копирует с Запада. Им бы по-хорошему надо смотреть не на те законы, которые на Западе принимались 30 лет назад, а на то, что они принимают сейчас, если бы они, правда, хотели сэкономить себе прохождение через очень тяжелые фазы, в том числе, которые выразятся в демографических падениях. А если вы не знаете, то белое население в Соединенных Штатах рождаемость ниже, чем смертность с 2015 года. Так что до некоторой степени власти просто вынуждены были среагировать и хоть что-то предпринять. Потому что белая семья, в общем, в глубоком падении, если не выразиться грубее. Что интересно, закон был принят единогласно республиканцами и демократами вместе. То есть не было ни одного человека в местном парламенте, который бы проголосовал против. Удивительным образом, это тема, по которой стопроцентно сошлись две во многом противоборствующие партии. Есть ряд общественностей, который недоволен. Можно догадаться, какая общественность недовольна. Но, тем не менее, в целом в обществе сложился более или менее консенсус. То есть подавляющая часть населения поддерживает законы такого рода. И мужчины, и женщины, в том числе бабушки и дедушки, пострадавшие от отчуждения детей. Можно помечтать, что в обозримом будущем законы в этом направлении будут множиться и будут более жесткими. Не такими рекомендательного характера, которые фактически отдают на откуп конкретному судья. Как он хочет считать, как он не хочет считать, что он считает нужным и оправданным в данном случае, что не считает нужным. В этом смысле судьи в США очень независимы. Их мало кто контролирует. Этот вопрос довольно хорошо раскрыт в фильме «Корпорация развод», на который я уже ссылался. Обратите внимание, что кроме самоочевидных факторов, отсутствия проблем с наркоманией, с алкоголизмом, с насилием, с каким-то там неуправляемым поведением, с активными командировками, по большому счету ключевым фактором для того, чтобы такой план мог увенчаться успехом, является то, что у мужчины есть собственная жилплощадь, официальная, то есть либо наемная на контракте, либо в собственности. В том же районе, где проживает супруга с детьми. Даже если это действующая супруга. То есть нужно либо иметь такую площадь в запасе, либо иметь возможность очень быстро этот вопрос решить. Потому что иначе, если дети не смогут, например, ходить продолжать в ту же школу, и жить в том же районе, и общаться с теми же друзьями, то это будет серьезным фактором против, и практически не получится, скорее всего, сделать переменное проживание. Так что наличие собственной жилплощади в том же районе является, в общем, фактором безопасности, и психологической безопасности, и финансовой безопасности. И не только из-за самого мужчины, но и из-за детей. И забегая вперед, я об этом когда-нибудь расскажу, но это именно мой вариант. То есть почему у меня получилось сделать то, что у меня получилось сделать в свое время, и почему у моего знакомого, ссылаюсь на интервью, которое я брал давно-давно, человек, который в Москве добился попеременного проживания, естественно, в первую очередь у него был решен жилищный вопрос, причем не просто решен, а он решен в том же самом районе. То есть дети могут переезжать из дома в дом абсолютно спокойно, свободно, не теряя при этом ничего, то есть продолжать ходить в ту же школу, на те же кружки, общаться с теми же знакомыми. Это является ключевым, одним из ключевых факторов, если отбросить всякое криминальное. Хочется надеяться, что и наши законодатели, особенно члены так называемого комитета по защите интересов и прав семьи, женщин и детей, наконец включат туда все-таки и мужчин и посмотрят на опыт. Дело даже не в том, что США начали принимать такие законы и обсуждать такие законы, и не только в США. Дело в том, что ситуация у них настолько плоха в этой сфере, что им пришлось через «немогу», через «не хочу» прийти к обсуждению этих вопросов. И по-хорошему бы нашим товарищам, экспертам по семейным делам, посмотреть бы, какая же была ситуация, какие практики привели к такому бедственному положению, что пришлось принимать такие законы. Вот одна из вещей, где мужские движения разных фракций сыграли свою роль. Думаю, что и Мэк Тау сыграли свою роль, потому что в нынешних условиях, откровенно, слишком рискованно участвовать в этой лотерее, что касается детей. Настолько рискованно, что очень большое количество людей просто отказываются это делать. И глупо обвинять их в трусости, и точно так же глупо, как обвинять людей в том, что они отказываются ходить по карнизу без страховки. Зачем это делать? Зачем нарываться? Это не смелость, это глупость. Так что порадуемся и поаплодируем штату Кентукки и местному парламенту, и посоветуем нашему парламенту учиться и заглядывать в будущее. Для этого не нужна машина времени, для этого достаточно кликнуть мышкой на ссылки. Можно сэкономить себе 30 лет очень серьезных проблем, если, конечно, кому-нибудь это интересно на самом деле. Всем спасибо за внимание, удачи, до новых встреч. Желаю вам, чтобы эта проблема у вас никогда не коснулась. Субтитры создавал DimaTorzok